В этом году наконец-то заработала станция обезжелезования в Икше. Ее мощность 25 кубических метров в час. И ее недостаточно, чтобы обеспечить чистой водой всю Икшу с прилегающими территориями. Но почин сделан. Достаточно оперативно. То есть и администрация сработала оперативно. То есть они приняли решение и установили. Водека также. Вот с Водекой достаточно давно мы работаем. Они у нас уже не первую станцию монтируют. Когда мы к ним обращаемся, всегда подскажут. Если какие-то вопросы возникают, то есть вполне адекватные люди. Водека – производитель оборудования, установленного на станции обезжелезования. А Экожилком – эксплуатирующая организация. Построена сама станция на средства из Икшанского бюджета. И на привлеченные местной администрации в небюджетные деньги. Как нам сообщил представитель Экожилком, мнения местных жителей после запуска станции о качестве воды разделились. Одним очищенная от железа вода понравилась, другие не почувствовали разницу. Есть и недовольные уже очищенной водой. Было 0,3 миллиграмм на литр железа. Стало 0,06 миллиграмм на литр. Вот это явное. Мутность была 0,3, стало 0,47. Как бы тоже изменение положительное. В начале этого года мы рассказывали о том, что идут проектные работы по строительству станции обезжелезования в Дмитрове. Для районного центра необходимо возвести несколько станций. И каждая должна быть намного мощнее обычной поселковой. Первой будет построена станция обезжелезования на самом крупном водозаборном узле в городе, на улице Инженерная. Уже в этом году. А в следующем на очереди станция на Сенной улице. Затем будет построена станция обезжелезования на ВЗУ в Митькино. Мы, к сожалению, находимся в антирейтинге по качеству воды. Срочно исправляем ситуацию. До конца года планируем построить, ввести эксплуатацию станцию обезжелезования в 2-м ВЗУ. Максимальная пиковая производительность 700 кубов в час. В следующем году 3-е ВЗУ Синая. Производительность 400 кубов в час. И следующим этапом 5-е ВЗУ Митькино. Там 250 кубов в час. На бумаге до сих пор существует федеральная программа «Чистая вода». Однако реальное участие федерального бюджета в этой программе мизерное. Поэтому Дмитровская администрация вынуждена была искать коммерческие структуры, прежде всего работающие в городе застройщиков, которые бы поучаствовали в улучшении качества городской воды. Сейчас в результате всех мероприятий, связанных с торгами, с аукционом, мы остановились на цене по Дмитрову 2-му ВЗУ где-то в порядке 40 млн. рублей. Начинали торговаться мы с 85-ти. Ну, планируем, что Синая нам обойдется миллионов 25, а и Миткино где-то миллионов 15-20. По району станция без железования уже работают в Буденовце останки на Иппадосинках. В планах построить свою станцию у администрации Яхромского городского поселения, а также у администрации Синьковского и Некрасовского поселений.